всем привет дорогие коллеги всех приветствую на сегодняшнем стриме напоминаю что мы сегодня будем говорить о грамматике о том как подавать грамматику индуктивно или продуктивно за и против рада быть сегодня с вами представлюсь меня зовут ксения смышлях я работаю в онлайн школе skyeng и занимаюсь проектированием учебных материалов работая тем лидом команды методистов которая разрабатывает курсы для взрослого детского английского давайте подождем еще пару минут пока присоединяться к нам все интересующиеся методика подавания английского все кому будет интересна сегодняшняя тема напомню мы будем говорить о дедуктивном и индуктивном подходах в преподавании грамматики на уроках английского языка и так а еще мы с вами попробуем сделать это на примерах новогодней тематики так как совсем скоро у нас уже с вами будет будет празднование нового года да и я уверена что вы уже сейчас на уроках также старайтесь ввести праздничную тематику в своими в свои уроки со студентами даже когда вы изучаете грамматику и так как подавать грамматику индуктивно или дедуктивно этот вопрос это вопрос на самом деле о котором спорят уже очень многие лингводидакты и не первых десяток лет и как спойлер сразу скажу что до сих пор не нашли однозначного ответа какая же подача или ввод грамматического материала индуктивным или дедуктивным методом имеет лучший эффект с точки зрения достижения образовательного результата ученика поэтому сегодня мы с вами по сути продолжим этот спор высших умов методики преподавания английского но постараемся все-таки прийти к какому-то однозначному ответу в конце хочу процитировать дословно выдержку из одной недавней научной публикации пермингемского университета где ученые своей статье говорят о том что на что себе сложный за год поговорить о том что университет есть университет здесь решетесь не являются не в статистическом значении Этот тренд «in favor of the inductive approach» мы тоже сегодня с вами упомянем. Давайте для начала узнаем у нашей аудитории, кто же и как предпочитает вводить новые грамматические структуры или паттерны. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой способ подачи правил вы любите и используете на ваших уроках чаще всего – индуктивный или дедуктивный. Если не знаете, что именно я имею в виду, то вкратце вы рассказываете правила вашему ученику сами или вы используете метод выведения правила непосредственно учеником, так называемый «eliciting», «guided discovery». Буду ждать ваши комментарии и уже предвижу, что наша сегодняшняя аудитория также разделится на два лагеря, но давайте договоримся, что это не будут воинствующие лагери. Итак, давайте вкратце опишем два этих способа подачи грамматики. В целом оба метода являются эксплицитными. Они называются эксплицитными в научном сообществе, то есть это те методы, которые включают компонент объяснения. При дедуктивном методе, а дедукция – это выведение, мы просто начинаем с того, что рассказываем ученику готовые правила с примерами. Дедукция является самым распространенным способом обучения грамматики, особенно на постсоветском пространстве. Учитель объясняет правила, иллюстрирует его какими-то примерами, а потом на основе данного правила предлагают уже строить какие-то предложения ученику самостоятельно. Это самый простой и быстрый для составителей учебников и преподавателей способ донесения грамматической структуры языка до ученика. Проблема дедуктивного метода при обучении языку, на мой взгляд, в том, что здесь у нас урок превращается в такую лекцию, на которой присутствует учитель или преподаватель в активной роли, а ученик или студент в пассивной. Ученик абсолютно не вовлечен в процесс, его внимание начинает уже блуждать приблизительно где-то там на восьмой минуте, и если вы с ним занимаетесь даже онлайн или оффлайн, то уже можно услышать или увидеть такое себе позёгывание даже. Давайте рассмотрим пример дедуктивной подачи правила на past simple, приблизительно уровня intermediate, и свяжем ещё это с новогодней тематикой. Итак, преподаватель или учитель показывает уже какую-то там готовую таблицу правил, свод правил, или грамматическую карточку из учебника или из онлайн ресурса, и рассказывает по очереди правила своему ученику употребления past simple для уровня intermediate. Ну и давайте возьмём примеры с новогодней тематикой. Например, речь преподавателя. Past simple is used for completed actions in the past, with certain adverbs of frequency denoting past time, like yesterday, last year, etc. For example, I spent Christmas with my parents last year. Second rule, to state events that happened one after another. For example, they prepared Christmas dinner and then listened to the Queen's Christmas Day speech. Немного неактуально уже в сегодняшней анженде. Третье правило. For the main events in a story. For example, it was a night before Christmas. Между прочим, так начинается очень знаменитая сказка Климента Мура, The night before Christmas, если вы её ещё не читали. И последнее правило. To denote actions in the progress in the past with state verbs only. For example, he wasn't listening, but he still heard the Christmas carols that children were singing in the next room. То есть, это всё была речь учителя. В лучшем случае у нас ученик, например, прочитал вслух правила, которые были в учебнике или перед ним на экране, в какой-то карточке. Дальше, естественно, на практике учитель в лучшем случае задаст ученику уточняющий вопрос, а понял ли он правила или, возможно, есть что-то, что ему непонятно. И они непосредственно приступят к практике на всех нужных этапах отработки грамматики. Controlled, semi-controlled, free practice. Ну, или другими словами, для выходца в постсоветской методической школы. Это языковые, условно-коммуникативные и коммуникативные упражнения на тренировку всех этих правил. Минусы этого метода, дедуктивного. Ученик не задействован на самом начальном этапе объяснения правила. Он пассивен. Как правило, это завышает процент TTC, то есть teacher talking time для учителя, и снижает процент STT, то есть student talking time для ученика. И если мы вспомним так называемый эффект IKEA, возможно, вы слышали о нем. Эффект IKEA, он о том, что когда человек непропорционально высоко оценивает значимость товара, который он создал сам, вот это называется эффектом IKEA. То есть здесь применимо к обучению английского будет практически нулевой эффект. То есть вашему ученику не пришлось прилагать особых усилий. Ему дали готовые примеры, готовые грамматические паттерны, и он, по сути, не ценит свою вовлеченность в процесс обучения и свой же образовательный результат. Итак, если мы будем подводить итоги. Недостатки. Теоретическое объяснение зачастую бывает скучным. Ну, возможно, вы придумаете какие-то super funny examples. Не так хорошо записывается в памяти ученика, как живые примеры или личный опыт его взаимодействия. И, кроме того, слишком много ответственности возлагается на учителя. А ученик, как мы уже несколько раз упомянули, оставляется очень пассивным. Простыми словами, студент молчит. Но, тем не менее, этот способ также имеет свои плюсы. Он вполне может работать как дополнительный к индуктивному методу. Когда ученик уже в какой-то мере знаком с тем или иным грамматическим явлением. Когда он знаком с этими правилами. Или вы, например, хотите из пассива вытянуть эти грамматические правила в актив. Или у вас очень короткий урок, и вы ограничены во времени. Например, у вас 25-минутный грамматический урок. Или вы работаете с большой группой студентов, и задействовать каждого студента в индуктивную подачу грамматики сложно. Потому что для этого нужно изобретать какие-то супер необычные формы групповой работы. Поэтому это тоже будет плюс при такой форме работы именно дедуктивная подача грамматики. Еще из преимуществ дедуктивной подачи я бы выделила то, что для учителя это, конечно же, экономит время. Вы сразу переходите к сути грамматического явления, дав короткое пояснение и ясное пояснение. Кроме того, что очень важно, такой подход, он оправдывает ожидания многих наших студентов. А многие наши студенты, опять же, на постсоветском пространстве особенно, имеют какие ожидания о занятии с преподавателем? Что учитель говорит, а студент слушает. Учитель объясняет, а я его слушаю. Теперь перейдем к индукции. В противоположность дедукции индукция это вводить во что-то. Это аналитический метод, в то время как дедукция синтетический метод. При индуктивном методе вашему учащемуся приходится наблюдать, анализировать какие-то формы в языке, а потом на основе этого анализа или наблюдения самостоятельно выводить правила. Как работает индуктивный метод в обучении? Здесь нам помогают все подходы и методические приемы, которые приняты как основные трендсеттерами обучения английскому. То есть, такими большими издательскими группами или большими издательскими publishing houses, учебными домами учебной литературы, как Oxford, Cambridge, Macmillan. Все-таки трендсеттерами в обучении английскому остаются, естественно, страны-носители языка. Великобритания, Кнадо, США. И вот о таких, какие методические приемы мы здесь имеем в виду и о каких говорим, это так называемый eliciting, guided discovery, CCQs, то есть concept checking questions, для преподавателей, учителей, которые проходили обучающие курсы по TESOL или TEFL или TKT. Эти концепты и эти термины будут очень знакомы. Давайте рассмотрим пример подачи индуктивной грамматики на сравнении времен Past Simple, Past Continuous. Здесь что важно отметить, что обязательно до рассмотрения правила во время урока ваш ученик должен встретиться рецептивно каким-то образом с какой-то контентной единицей, где встречается это грамматическое явление. Простыми словами, он должен прочитать текст или посмотреть видео или прослушать аудио, в котором в нашем с вами случае будут предложения с Past Simple, Past Continuous на контрасте. И в то же время эти предложения с этими грамматическими паттернами, в нашем случае Past Simple, Past Continuous, они не помешали ему, не помешали вашему ученику понять главные идеи текста или аудио или видео, с которыми он поработал до этапа грамматики на этом уроке. То есть они не являлись такими блокерами в понимании идей текста или любой дискурсивной единицы. Итак, у нас были контентные единицы, в которых у нас встречались те или иные грамматические паттерны. Дальше мы из этих контентных единиц, то ли из текста или из аудио или видео, вытягиваем примеры предложений для этапа eliciting the room, то есть для этапа выведения правил с помощью так называемого guided discovery, когда вы будете помогать вашему ученику вывести какие-то закономерности самостоятельно. Например, в ваших контентных единицах были предложения. У нас было три примера, которые мы вытянули из наших текстов. Три примера, которые мы потом переделываем. Например, в интерактивное задание. Интерактивное задание может выглядеть каким образом? Вы говорите студенту, что тебе нужно теперь соотнести. Соотнеси номер предложения с формой грамматической, которая была там использована, и с функцией, которой эта форма несла. Например, выглядит это будет приблизительно вот так, например. И в нашем случае это sentence one, past continuous, past simple, form, function, action in progress, and a completed action. Sentence two, form, past simple, function, a completed action in the past with a certain time marker. Sentence three, form, past continuous and past continuous, function, two actions in progress, happening simultaneously. Или, если вы, например, не делаете это в виде такого интерактивного задания, то мы задаем студенту наводящие вопросы. Опять же, перед ним находятся эти предложения-примеры, и наши наводящие вопросы могут быть следующего характера. In what sentence is past continuous used? Look at sentence one. Does it describe a completed action or an action in progress? Look at sentence two. Does it describe a completed action? Look at sentence three. Are the actions simultaneous? Yes. Are they completed or in progress? In progress. Важно. Когда вы задаете наводящие вопросы, то ваши наводящие вопросы должны быть достаточно простыми для ученика. То есть ваши наводящие вопросы должны иметь ожидаемый ответ «да», «нет». Например, когда вы спрашиваете Does it describe a completed action? И мы ожидаем ответа от ученика «yes», «no». Например, или мы даем варианты вопросов с альтернативой. Does it describe a completed action or an action in progress? Именно построение таких видов вопросов для guided discovery, оно сможет сделать процесс выведения правил для вашего ученика посильным. А это очень важно, когда он не будет считать, что задание слишком сложное для него. И дальше, после вот этого выведения правила, после анализа, после того, как мы позадавали наводящие вопросы, дальше нам важно с учеником устно сформулировать какое-то правило использования времени. Вы можете помогать ему в этом процессе. Например, вы даете ему подсказку. И он дает вам ответы на эти вопросы. Следующий этап индуктивного подхода, и только здесь мы переходим к этапу clarification, когда вы даете свод грамматических правил, или грамматическую карточку, или табличку, в любом виде, в котором она у вас есть. И мы тогда позволяем студенту самому по ней пробежаться. В идеале прочитать вслух все правила. Почему мы все равно не пропускаем этот этап? Потому что ведь на этапе eliciting вы не сможете вывести все правила. Особенно, если мы, например, говорим о высоких уровнях. Intermediate, upper-intermediate, advanced, когда у нас может быть целая куча правил на то или иное грамматическое явление. И на этапе eliciting мы можем затронуть только один или два аспекта, или три аспекта того или иного грамматического явления. А все остальные правила уже дать именно на этапе clarification, когда вы даете полный свод правил. А потом, когда ваш студент прошелся, просмотрел, прочитал, возможно, даже и лучше вслух прочитал эти правила, здесь наступает этап чека его понимания, когда нам нужно проверить, насколько он правильно понял те или иные правила. И здесь мы уже задаем ему concept-checking questions, так называемые, да? То есть вопросы на проверку. Например, мы даем ему вариант предложения. Last year, I celebrated New Year in Italy, and I was wearing a red sweater the whole night. Because it is an Italian tradition to wear something red on the year. Is this sentence correct? Yes. Which action was a completed one? I celebrated New Year last year in Italy. Which action was in progress? I was wearing a red sweater the whole night. Можно также давать пример неправильного предложения, неправильно построенного предложения и анализировать его. Когда вы даете пример неправильного предложения и спрашиваете, is the sentence correct? Ученик у вас анализирует предложение, говорит нет, здесь, кажется, есть ошибка, и вы вместе с ним находите ошибку и анализируете, почему она была сделана и какой будет правильный вариант. И уже после этого вы непосредственно переходите, опять же, к практике самих правил. Теми же самыми, я имею в виду, те же самые controlled, semi-controlled, free activities on target grammar. Итак, если мы будем суммировать с вами индуктивный подход подачи пневматики. Индуктивный подход, он вовлекающий, он полная противоположность индуктивному подходу, но в этом случае задача учителя – это обеспечить много примеров и правильно задавать наводящие вопросы. Это прям вот, скажем так, лайфхаб для учителей, которые будут использовать индуктивную подачу грамматики. Ваши примеры должны быть очень иллюстративными, контекстуально понятными, то есть которым не возникнет никаких уточняющих вопросов. А вот здесь можно было бы и другое время использовать, а вот здесь как-то все неявно, а вот здесь непонятный контекст. Ваши примеры должны быть идеально иллюстрирующими то или иное грамматическое явление. И ваши наводящие вопросы должны быть правильно построены, то есть они должны быть или предполагающие ответ «да», «нет», или дающие альтернативу «выбери вариант ответа» на этот вопрос. Для того, чтобы «to facilitate the process of analyzing or eliciting the rule for your student». Преимущества индуктивного подхода, они очень большие. У вас студент становится не пассивным потребителем информации, а он активно ее извлекает. Это тот эффект альки, о котором я уже сегодня упоминала. Это то ориентированное обучение, которое, опять же, трендсеттеры методики преподавания английского называют «student-centered lesson», когда студент является у вас центром занятия, когда студент должен быть активным на занятии, когда студент должен говорить больше, чем учитель. Студент – центр занятий, ему интересно. Он чувствует, что он тоже принимает участие в игре, а не просто пассивно наблюдает с трибуны. И в результате мы надеемся на то, что уровень запоминания и понимания значительно выше, что доказывается, опять же, некоторыми исследованиями, которые проводились и нашими отечественными методистами, и зарубежными методистами. Недостатки. Недостатки индуктивного способа также есть. К недостаткам следует отнести то, что, чтобы получить какую-то комплексную картину или понимание того или иного грамматического явления, вашему студенту нужно намного больше времени. И нужно намного больше времени вам, как преподавателю, чтобы подготовиться, чтобы подготовить релевантные примеры, чтобы придумать наводящие вопросы. И это занимает, естественно, намного больше времени, чем просто дедуктивная подача. Для студента это требует более активного исследовательского, скажем так, труда, более длительных размышлений, когда ему он не пассивно воспринимает информацию, просто ее слушает, а он сидит и задумывается над этими примерами. Он дает ответы, он их анализирует, он размышляет над этими примерами. Какой же подход выбрать? Я думаю, это самый главный вопрос сегодняшнего нашего с вами стрима. И здесь однозначного ответа нет. Возможно, однозначный ответ я вам дам, если мы будем говорить об особенностях каждого студента. В идеале оба метода можно сочетать вполне, потому что оба метода, они активно применяются в современной коммуникативной методике обучения иностранным языкам. Но для каждого отдельного студента и для каждого грамматического паттерна, правила или нюанса можно использовать более подходящий для каждого конкретного случая подход. Если ваш студент скорее теоретик, он любит систематизировать, теоретизировать, классифицировать, ему важно понимать, как все устроено в системе, то ему подойдет дедуктивный метод как нельзя лучше. Потому что там все обстоятельства обстоятельно с расстановкой по правилам, по структуре. Термины, понятия, нюансы, все выстроено в табличке. И многие студенты, опять же повторюсь, я уже об этом говорила, они именно этого и ожидают от процесса обучения. Но если ваш студент практик, и он привык сначала пощупать, попробовать, а потом уже разбираться, то для него индуктивный метод, это по сути метод проб и ошибок, без которых невозможно обучение, то для него будет такой метод более эффективный. Сначала он делает, потом он думает, и потом он делает выводы. Поэтому здесь, наверное, важно разобраться в типе вашего студента и подобрать тот подход, который ему будет максимально комфортен и удобен, а главное, который будет максимально эффективен. Но еще раз повторюсь, что все-таки трендсеттеры обучения, методики обучения иностранным языкам и английскому в частности, они обращают наше внимание на то, что мы двигаемся в сторону student-centered lessons, student-oriented lessons, когда наши студенты должны быть более вовлечены в занятия, они должны больше говорить, чем учитель на занятии. И все-таки, если мы будем говорить о этих тенденциях обучения иностранному языку, то здесь все-таки еще раз подчеркну те слова, которые говорила в начале, когда цитировала вам одну научную публикацию, что у нас есть. Надеюсь, мой сегодняшний стрим был вам полезен. Вы для себя какие-то взяли фишки, узнали что-то новое, поделилась своим опытом, своим видением этой проблемы. Жду ваши комментарии и надеюсь, что мы с вами увидимся еще в ближайшее время, в каких-то ближайших стримах и поговорим о каких-то других интересных топиках, которые касаются всеми нами любимого обучения иностранным языкам, а в частности обучения английскому. Была всех рада вас видеть и всем пока!